Вот так предельно аккуратно Артур сам вводит свои личные сведения в систему. Теперь мэрия Москвы знает, куда он едет и зачем, где работает. Очень унизительно, когда ты вбиваешь свои данные, точку отправления, начальную, конечную, и чтобы получить какой-то электронный пропуск, который ты потом должен кому-то показывать. Причем показывать я вообще не хочу ничего никому показывать. В середине апреля, чтобы зайти в метро, нужно было потолкаться в очереди примерно полчаса. Власти устроили тотальную проверку выданных пропусков. Соцсети взорвались тогда от возмущения. Подхватить вирус в толкучке в переходе было проще простого. Теперь полиция устраивает выборочные проверки, к слежке подключили даже таксистов. Конституция прямо провозглашает право на свободу передвижения. И вот исходя из такого юридического анализа нашего законодательства, можно сказать, что настолько сильно ограничивать право на свободу передвижения возможно только при введении режима чрезвычайного положения. Мэри пыталась ввести электронный пропуск еще месяц назад, но система казалась сырой, постоянно висла. И вроде чиновники отказались от нее, но, как выяснилось, ненадолго. Теперь пропуска привязали к проездной в метро и номера машин. Предлагалось, что водителям без разрешения будут выписывать штраф каждая камера, под которой пройдет автомобиль. Эта система, которая предложена сейчас для контроля передвижения, она предполагает, что камеры фото-видео фиксации будут фиксировать каждый проезд каждого автомобиля вне зависимости от того, нарушает ли этот автомобиль правила дорожного движения или нет. И это, конечно, по сути представляет из себя такой аналог большого брата, потому что, по сути, каждое передвижение будет отслеживаться, заноситься в базу данных. И что с этими данными потом и кто будет делать, не совсем понятно. В мэрии заявили, что выдали несколько миллионов пропусков, а потом почти миллион аннулировали. То, что электронный пропуск может стать лекарством от коронавируса, Артур сомневается. Да еще и нет уверенности, активен ли код. Проблема в том, что этот код, он действует или не действует, он зафиксируется у правоохранительных органов, что у меня есть разрешение на посещение рабочего места или нет. Проверка кода тоже ничего не дает. И что я должен заплатить штраф 4 или 5 тысяч за то, что я допустил какую-то техническую ошибку в оформлении этого кода. С тем, что система работает не совсем гладко, в первую очередь столкнулись автомобилисты. Максима останавливают чуть ли не каждый день. Меня останавливали неоднократно, проверяли, мой пропуск действителен. Но интересный момент был, конечно, что некоторые представители власти, которые осуществляли контроль, у них, по сути дела, оборудование не работало. Они просто делали вид, что они проверяют. Несмотря на это, Сергей Собянин уже заявил об эффективности системы автоматического контроля. Московским опытом заинтересовались и другие регионы. Цифровые пропуска хотят ввести власти 21 субъекта. Субтитры создавал DimaTorzok